МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу знает и по-эстонски, и не бывало ещё такого, чтобы не смог объясниться с клиентом. Но вот освоить государственный язык и сдать на уровень Б1 без серьёзных занятий не получается. На это нужны время и деньги, а жизнь достатком не балует. Записался был и на бесплатные курсы, но там очередь на год вперёд. По моей информации, около пяти тысяч желающих. И я звонил Виктории Ладынской, ещё по-другому немножко вопросу. Да-да, я поузнаю, и больше я не слышал от неё ни звонка. И то же самое звонил Денису Бородичу. Как бы наши, как их назвать, наши слуги, они чисто пиарятся, наверное, когда говорят громкие слова о заботе о населении. Хотя бы, если, моё мнение, если вам позвонил человек лично, вам, там, депутату, лично позвонил на ваш телефон, значит, у него большая проблема. И можно найти хотя бы две минуты, три, хотя бы что-то сделать, а не молчать в телефон, ни ответа не пообещать и забыть. С Николаем мы говорили в Таллине, куда он привёз рабочих на учёбу. Но даже в столице попрактиковать государственный язык получается не всегда. Сейчас даже вот юлимисты кушали, мы говорим, нам отвечают по-русски, даже очень как-то льстил их. Ну, всегда скажешь даже, ай-то-тан, пал, тере-то-хи-а-тайга, всегда скажешь, обязательно человек, хоть на таком уровне, но надо уважать любую нацию, и особенно уважать то государство, где ты живёшь, каким бы оно ни было, это родина моя, я считаю. Он признаётся, есть знакомые, которые честно говорят, язык нам не нужен. Но работа у них самая простая, карьерного роста не ждут, да и возраст уже, как говорят, не тот. Но у Николая есть мечта сменить российское гражданство на эстонское, и очень хочет, чтобы страна дала ему возможность, удобно, без разорения и угроз, выучить государственный язык. Хотелось бы знать язык, конечно, хотелось, даже иногда бывает стыдно, когда ко мне садится эстонец, он говорит на своей стране, говорит на чужом языке. Стыдно, да, бывает так.